Футболисты Амкара в очередной раз выступили за свои национальные сборные в отборочных матчах Чемпионата мира 2014 года. Команда Эстонии, ведомая Константином Васильевым, обыграла Андорру 2-0. Наш полузащитник, как всегда, исполнял стандарты, провел все 90 минут, но забитым мячом не отметился. Англия сыграла в ничу с Черногорией 1-1. За последних первый тайм сыграл Миттер Навакович. На его счету желтая карточка. Словаки тем временем сыграли со шведами. Мартина Якубка вышла на замену на 71-й минуте, но забить скандинавам ему не удалось. Кроме того, не сидел без дела нападающий Максим Канунников. Он отбегал 85 минут за молодежную сборную России, которая уступила со счетом 1-3 сверстникам из Испании. Впрочем, поразить цель Канунников также не смог. На международной арене выступили и прикамские дзюдоистки. В Турции, где прошел открытый Кубок Европы, нашим спортсменкам удалось завоевать две награды. Кристина Шилова стала лучшей в категории 48 килограммов, а Дарья Харлопанова завоевала бронзу в весе 40 килограммов. Пришлось основательно потрудиться, чтобы завоевать медали, говорят спортсменки. Шилова, к тому же, сейчас находится не в лучшей форме, поскольку совсем недавно выступила в национальном первенстве. За выход в финал я боролась с девочкой из России. Думаю, что эта схватка была самая сложная. Мне удалось выиграть только по замечанию, по ошибке. Мы лучшую форму все-таки оставляем на Европу, на первенство Европы. Подведем. Нельзя человеку всю жизнь быть в лучшей форме. Так что думаем, что это нормально. Чуть-чуть спад идет, это закономерно. Ну и вот я думаю, что к Европе опять мы подойдем в пике. Первенство Европы состоится в Таллине. А если по итогам этих стартов Кристине удастся пробиться в состав российской сборной, то она затем отправится еще и на первенство мира в Майами. Прикамские саночники успешно выступили на Кубке России. В Сочи на Олимпийской трассе наши спортсмены не оставили никаких шансов соперникам в командной эстафете. Первый состав от нашего региона. В Перми стартовал традиционный детский хоккейный турнир. Он посвящен памяти Виктора Лебедева. Напомним, его имя сейчас носит универсальный дворец спорта «Молот». Именно Виктор Николаевич был инициатором проектирования и строительства ледовой арены в нашем городе. 26-й по счету мемориал Лебедева собрал довольно серьезный состав участников. Участвуют ребята 2002 года. Команда очень представительная. Трактор Челябинский, Металу, Молнитогорский. Мы как хозяева. Москвичи, ястребы, так команда называется, юниорская. Газовик. В первых двух матчах юные молотобойцы одержали две победы. 6-3 над столичными ястребами и 3-1 над Магнитогорским металлургом. В третьей игре пермяки уступили трактору 1-3. Однако на данном турнире перед нашей командой стоят не только чисто спортивные цели. Важно еще и наиграть состав. Задачи мы решаем разные на этом турнире. В основном мы просматриваем новые таланты. Тем более мы на следующий год будем стартовать в первенство России по этому возрасту. Ну и вот какие-то там недостатки, какие-то успехи будем нивелировать, убирать, шлифовать и готовиться к следующему сезону. Соревнования, посвященные памяти Виктора Лебедева, завершатся в пятницу. К этому дню все команды сыграют между собой в рамках однокругового турнира и определят победителей и призеров. Олег Романов, Телевизионная служба новостей. Продолжение следует...